Казалось бы, только вчера госкомпания Автодор открыла первый участок совершенно новой платной трассы в Подмосковье. Центральной кольцевой автомобильной дороге, которая призвана разгрузить малую и большую бетонки, а также МКАД. Но прошло уже несколько лет, и сегодня кольцо наконец замкнулось. Дорожники ввели в эксплуатацию последний фрагмент, соединяющий Симферопольское и Калужское шоссе. Строительство ЦКАДа началось в 2014 году. За 7 лет было переустроено почти 900 инженерных коммуникаций, возведено 225 искусственных сооружений и 18 развязок. В период максимальной активности на объекте трудились более 15 тысяч человек, что позволило открыть дорогу даже чуть раньше срока. Большая часть новой трассы платная. Рассчитываться за проезд не нужно лишь на западном участке, где ЦКАД представляет собой реконструированную малую бетонку А-107. Что касается тарифов, то стоимость проезда зависит от способа оплаты и дальности маршрута. Например, владельцу легкового автомобиля без транспондера полный круг обойдется в 1 235 рублей. Мы уже сейчас видим, что 50 тысяч машин с МКАДа ушло на ЦКАД. Мы видим, что на 12% загрузка упала. Мы видим, что аварийность упала. То есть это спасены уже сотни жизней. И мы видим сотни миллиардов инвестиций, которые начинают, уже заявились на проект вокруг. ЦКАД – первая в России платная дорога без шлагбаумов. Вместо них – рамки безбарьерной системы «Свободный поток». Способов оплаты проезда три – транспондер, заранее купленный электронный билет или погашение задолженности постфактум на сайте. Для зайцев предусмотрен штраф. Теперь, когда все участки ЦКАДа первой очереди строительства введены в эксплуатацию, госкомпания «Автодор» сосредоточится на М-12 – новой платной магистрали, которая сначала соединит Москву и Казань, а дальше махнет за Урал. Сегодня в ходе работы президент нам поставил новую задачу – дойти до Тюмени, до Челябинска и замкнуть кольцо в Екатеринбурге. То есть это еще примерно 600 километров дорог. То есть это еще примерно 818 километров от Казани до Екатеринбурга, это еще примерно 600 километров мы должны построить. Но задача поставлена, я считаю, задача интересная, амбициозная. Предполагается, что даже с новыми вводными М-12 откроется полностью в 2024 году. Сейчас же на трассе идут подготовительные работы. Продолжение следует...